Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлых видео мы разбирали, как создавать картинки, в том числе анимацию для светодиодной матрицы, и как хранить эти картинки во флеш-памяти, используя директиву PROCME. И как еще можно сохранить те же картинки во внешней энергонезависимой памяти EEPROM. И в том и в другом случае мы записывали каждый цвет с помощью 3 байт в формате RGB. Просто такое представление цвета самое привычное. Оно используется в графических редакторах таких, например, как Photoshop. И особой цели экономить место в памяти у нас не было. Получается, что для светодиодной матрицы размером 16 на 16 адресных светодиодов на каждую картинку мы тратили даже не 768 байт , а целый килобайт. То есть 256 умножить на 4. Сегодня поговорим о других способах задания цвета, чтобы тратить на каждый цвет два или даже один байт. Я приведу примеры и увидите, что в случае использования светодиодной матрицы разница практически незаметна. В случае полноцветных LED дисплеев разница будет заметна, но сейчас речь не о них, а о светодиодной матрице. Первый вариант задания цвета это классическое RGB представление, которое мы ранее и использовали, где для записи каждого из трех базовых цветов тратится по 8 бит, то есть одному байту. Зачастую еще используется 4 байт, определяющий альфа-канал, то есть степень прозрачности. Вариант номер два это так называемая схема 5-6-5, то есть 5 бит на красный цвет, 6 на зеленый и 5 на синий. Итого 16 бит на цвет или 2 байта. В результате на одну картинку для светодиодной матрицы размером 16 на 16 адресных светодиодов мы потратим 512 байт. Вариант номер три это схема 3-2-3, то есть 3 бита на красный цвет, 2 на зеленый и снова 3 бита на синий. Здесь для записи каждого цвета мы тратим всего 1 байт. И получается, что изображение для нашей матрицы займет всего 256 байт. Теперь перейдем к тому, как преобразовывать один вариант цветового представления в другой. Откроем программу LCD Image Converter, о которой я рассказывал в одном из прошлых видео. Ссылка есть в описании и в подсказках. Предыдущие картинки не годятся для примера, так как там слишком мало задействовано цветов. У меня есть вот такая картинка 16 на 16 пикселей, где задействовано большинство цветов. Открываем ее. Переходим в настройки преобразования. Вместо монохромного выбираем цветное. Переходим во вкладку изображения. И далее если мы выберем блок данных 24 бита и откроем предпросмотр, то увидим привычное представление цвета каждого пикселя в виде 3 байт. Скопируем информацию и разместим ее в заранее подготовленном массиве, который у нас хранится с помощью ключевого слова ProgMem во флеш памяти микроконтроллера. В общем здесь пока ничего нового, все это мы уже проделывали неоднократно в прошлых видео. Теперь перейдем к оптимизации изображения и запишем каждый цвет картинки с помощью 2 байт. Здесь же во вкладке настройка предустановка выбираем цветное R5 G6 B5 и блок данных выбираем 16 бит. Открываем предпросмотр и видим что каждый цвет теперь у нас занимает 2 байта. Копируем информацию и вставляем в следующий массив для 16 битового представления каждого цвета картинки. А вот стандартные предустановки для записи каждого цвета одним байтом в программе нет. Но к счастью есть возможность импортировать свои предустановки в формате xml. То есть можно самому создавать цветовые схемы и добавлять их в программу. Нажимаем кнопку импорт, открываем файл цветное R3 G2 B3 он будет в архиве в описании к видео и добавляем новую предустановку. Выбираем ее и выбираем блок данных 8 бит. Открываем предпросмотр, копируем и вставляем в наш последний массив для 8-битного представления каждого цвета. А в коде скетча мы сравним все три варианта картинки и увидим существует ли разница между этими тремя вариантами. Так как в библиотеке фаслет цвет каждого пикселя задается в 24-битном формате, то предварительно там где это нужно мы будем его преобразовывать в данный формат из 16-битного и 8-битного с помощью специальных функций. Переходить между вариантами с различной глубиной цвета мы будем по нажатии на кнопку. Загружаем скетч, подаем питание на матрицу. Первый вариант это 24-битное представление каждого цвета. Второй вариант 16-битное и третий вариант 8-битное. И еще раз 24-бита, 16-бит и 8-бит. В общем разница между картинками практически незаметна. А вот с каждым разом объем занимаемой памяти у нас уменьшается в два раза. Соответственно настолько же возрастет скорость записи и чтения, если мы будем работать с внешней промпамятью, как было в прошлом видео. В следующем видео, чтобы завершить цикл роликов о работе с внешней промпамятью, я расскажу как можно последовательно соединять модули памяти для увеличения их суммарной емкости. А также потестим различные варианты записи картинок с разной глубиной цвета. И посмотрим как это отразится на скорости записи и чтения. Все материалы по этому видео можно будет скачать по ссылке в описании. Спасибо за просмотр, до новой встречи!